Василий Якименко, как сообщает газета РУ, глава Росмолодежи на встрече с руководством движения «Наши» объявил, что история проекта в его нынешней форме закончена, «Наши» их закрывают. Пока что подробности неизвестны, но бренд «Наши» с российского политического поля, похоже всего, исчезает, заключила газета РУ и о других преобразованиях в партийной системе Кюля продолжит. Хотелось бы поговорить о том, что «Единая Россия» обрела все-таки крылья. Партия власти сегодня официально заявила о запуске своих трех платформ. Либерально-консервативный, социал-консервативный и государственно-патриотический. Они будут созданы на базе уже существующих партийных клубов. Сегодня, в результате как раз развернувшейся внутренней партийной дискуссии, поступило предложение пойти дальше в «Едакстат» к формированию идеологических и политических платформ партии. Я хочу сразу сказать, у нас общий век партийной идеологии, ориентированный на здоровый политический центризм. Мы держимся, как я уже сказал, в центристской позиции, но охватываем и левый, и правый фланг. Таким образом, партия собирается конкурировать со множеством других сил, которые появятся после упрощения регистрации партий. И российское поле политическое будет засеяно всеми возможными семенами и заполнено всякими разными течениями. Разделения партийцев по принадлежности к тем или иным платформам не будет. Голосование в парламенте также останется единым. Однако, само решение по голосованию должно будет приниматься в ходе дискуссии между представителями разных платформ. Ну, будущее Единой России обсудим с гостем студии. С нами Сергей Железняк, депутат Госдумы, первый заместитель секретаря, президиум Генсовета Единой России. Сергей, здравствуйте. Честно говоря, вы сегодня запутались. Вы запутались? Ужасно. Что за крылья? Зачем они нужны? Единая Россия и фракции внутри Единой России. Уже некая логическая речь. Ни о каких фракциях внутри Единой России речь не идет. Фракции у нас существуют в Государственной Думе, в законодательных собраниях. А мы говорим о политических платформах, которые создаются в партии. Вот есть единая партия. А зачем? Внутри нее создаются три платформы. Сейчас постараюсь объяснить. Дело в том, что мы являемся партией, которая объединяет достаточно широкий круг эллиптораций. Это совершенно неоднородная. Это партия Путина? Конечно. И ОНФ тоже Путина? Да, но ОНФ не партия. Пока не партия. Это точно не партия, потому что ОНФ гораздо больше, чем партия. А Единая Россия часть общероссийского народного фронта. В этом смысле, если вы даже посмотрите, что написал недавно Михаил Прохоров, он точно так же правильно угадывает тренд. Он говорит о том, что должна быть партия, говоря о том проекте, который он собирается реализовывать, вокруг которой должна быть достаточно широкая общественная коалиция. Я считаю, что ОТЛ Георгиевич Кусин написал в 1956 году о нерушеном союзе коммунистов беспартийных. Можно продолжать? Ну, это просто... Да, нет, нет, ну... Оттуда же? Естественно, всегда. Партия – это организационно выраженная политическая сила. Вокруг нее есть широкая общественная коалиция. Потому что большое количество людей совершенно не обязательно хотят вступить в партию, или становиться партийными функционерами, или реализовывать себя через партию. Но они при этом могут поддерживать те идеи, которые есть в партии. Ну, пока что я понял так, если по фамилиям. Правое крыло – Плигин, Конституционный законодательский комитет, очень влиятельный. Левое – Олег Морозов, один из тех, кто пришел в эту школу, из ОВР. Пока что вот так. Было даже некий публичный сбор. Замечательно получается изображать птицу. Но, вы знаете, это, мне кажется, очень упрощенная модель, когда все воспринимают как линию, у которой есть лево, есть право, есть центр. Во всем мире так, да. Да, во всем мире уже давно не так. Во всем мире все гораздо сложнее. И нужно как раз уходить от таких классических клише, идеологических 19 века, века промышленной революции. Сейчас все гораздо сложнее. Сейчас нужно быть партией здравого смысла. Именно поэтому необходимо объединять идеи, которые есть у разных слоев. И эти идеи, обсуждая, находить оптимальную позицию внутри. Люди запутаются просто в фронтах. Люди не запутаются, вы не переживайте. Люди у нас очень умные, очень толковые. Ну, вообще-то люди путаются. Ну, я думал, как-нибудь... Еще раз. То есть, никто уже точно не понимает, что такое ОНФ, и почему Владимир Путин дистанцируется от Единой России, а говорит, что все-таки ОНФ это важнее и так далее. Слушайте, у нас же сейчас передача в прямом эфире. Мы говорим о вещах, которые были байками, не знаю, многомесячной давности. Никуда Владимир Владимирович не дистанцируется. Он как раз на встрече с фронтом на этой неделе сказал, что партия должна сохранять свои лидирующие позиции. Большинство в Государственной Думе. Партия изначально действительно является одним из основных элементов создания Российского Народного фронта. Просто фронт это гораздо больше, чем партия. Потому что партия это 2 миллиона членов. Если мы возьмем, например, профсоюзы, которые входят во фронт, то у них несколько десятков миллионов членов. Если мы возьмем организацию «Женщины России», там тоже несколько миллионов. Как такие организации входили в Народный фронт, целым составом объявляли, там, поликлиниками, больницами. Нет, поликлиники, больницы, это немножко не то. Давайте не смешиваться. Ассоциации медиков, там разные входили целиком. Ассоциации медиков, это... Мы все вместе входим в коллектив. Мне кажется, мы давно уже разобрались. И здесь никого, никогда, никто не принуждал вступать в фронт. Мы понимаем, в этом не было никакой необходимости. Что же говорить про платформы? Зачем они нужны? У нас на сегодня действует известный достаточно клубный формат, когда есть три клуба, которые ведут дискуссию. Да, это все знают. Да, либеральные, социальные. Зачем еще отдельные платформы? Клубы – это площадка для дискуссии. А сейчас жизнь активизируется. Вы абсолютно правильно сказали. А платформы нет исполнительной какой-то? Платформы. Платформы должны предлагать решения, которые будут обязательны для учета при выработке общего решения. То есть в клубах подискуссировали? А платформа уже поставила резолюцию. Мы просто переросли клубы. Недостаточно просто обсуждения. Необходимое решение. А вот голосование – ключевой законопроект. Понятно, что партия «Единая Россия» состоит из очень многих... Там очень много интересов, срочно. Есть бизнесмены, есть чиновники бывшие. Ну и так и есть. Конечно, и пенсионеры, и профсоюзники. Много разных людей. И вот идет ключевой законопроект. А голосование у вас единое. То есть вы всегда голосуете как один. Правильно я понимаю? Смотрите, давайте тоже маленький ликбез здесь проведу. Для того, чтобы принять решение по голосованию на пленарном заседании. До этого проходят обсуждения на фракции. И вот как раз одна из задач платформ будет вырабатывать ту позицию, которую партия будет занимать при голосовании. Три платформы будут предлагать свое видение. Мы будем смотреть, какая из позиций более поддерживается. И в результате этого обсуждения будем приходиться к тому, как мы будем голосовать. Конечно. То есть обсуждение, оно будет различных предложений. Но то предложение, к которому сойдется наше большинство, будет нашей позиции при голосовании. Понятно. А скажите, пожалуйста, Сергей, а раньше не обсуждалось, как вы будете голосовать? Не дискотировались? Раньше это просто никак не было прописано как механизм. Но сейчас мы хотим провести дискуссию. Но не первый год вообще-то партии. Естественно. Просто в этом смысле сейчас интенсивность политической жизни значительно увеличилась. И будет продолжать увеличиться. А что-то толкнуло вас к такому решению? Какая такая интенсивность политической жизни? Объясню. Прошло две важнейших федеральных кампании. У нас на сегодня есть уже понимание, какая будет политическая конфигурация на ближайшие несколько лет. В этой конфигурации нам необходимо определить наши приоритеты. Приоритеты, которые позволили бы нам решать вопросы интересных нашим избирателям, понимая, что избиратели разные, интересы разные. Есть рабочая гипотеза. Есть коммунисты. Есть, возможно, будет партия Плохорова. Будут выборы. Много разных выборов. Муниципалитет, губернаторская штура начнется. И при этом вы предлагаете где-то правое решение, где-то левое решение. Откусывая здесь электорат от Зюганова, здесь от Прохорова. И таким образом, и там, и там, вместо посланцев в партии, оказывается опять представители партии власти. Правильно вы понимаете стратегию? Смотрите. Во-первых, насчет партии. Как вы говорили, да или нет? Мы правящая партия. Да, мы правящая партия. Для того, чтобы обеспечить выполнение обязательств перед нашими избирателями, нам необходимо реализовывать одновременно и социальные проекты, и поддержку малого и среднего бизнеса, и развитие регионов. И развитие вопросов, связанных с образованием, здравоохранением. То есть, целый спектр вопросов, которые невозможно засунуть в рамки одной узкой идеологии. Более того, такое сужение идеологическое для нас было бы просто самоограничением, ненужным. Нет, ну правда, что таким образом вы откусываете куски от электоратов других соседних партий? Да, это не то, что, собственно говоря, откусывание. Мы занимаем эти места, потому что мы предлагаем гораздо более содержательные решения. Но, в общем-то, мы более нехудшимы поняли. Естественно, мы интересны и левому электорату, и правому электорату. Конечно же. Большое спасибо, Сергей, что пришли к нам сегодня. Сергей Железняк, депутат Госдумы, первый замсекретаря президиума Генсовета Единой России.